100 миллионов рублей готова вложить научно-производственная компания «Дельта-Тест» в строительство предприятия по производству прецензионных станков РТА с числовым программным управлением. Это даст району 100 рабочих мест. Ещё 30 миллионов инвестирует в строительство предприятия по производству микробиологических удаврений, научно-производственное объединение НПО «ЭМ-Центр». Здесь будут трудиться 30 человек. Оба инновационных проекта показал представитель корпорации развития Московской области Игорь Юнусов. По желанию инвестора районная администрация нашла до производства станков подходящий земельный участок на территории, примыкающей к Наугограду Фрязино. Варианты размещения участка, окружённого 300-метровой защитной зоной, рассматриваются для производства удобрений. Вначале мы хотели экономическую зону Фрязино войти, то есть уже они потенциальными инвесторами. Электроэрозионных станков. Ситуация, разместить их там нет возможности. Давайте посмотрим, что в ближайший район, я вам согласен, не знаю, ничего правил. Поэтому компания интересная, ближе к Фрязино хотят. Да, в Фрязино мы рассматривали что-нибудь. Мы не слышим. С советом по созданию благоприятного инвестиционного климата за полгода было рассмотрено 30 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 10,5 миллиарда рублей. 25 из них находятся на стадии сбора и согласования на предоставление земельных участков правительстве области. Построена первая линия завода по производству древесных пилетов, принадлежащего компании «Мегагрупп». До конца третьего квартала будут запущены дополнительно три линии производства. Мы помогаем им в согласовании. Часто инвесторы обращаются, что мы подали документы в водоканал, в теплосеть, в Мособлгаз, в Мособлэнерго. Мы просим оказать помощь. Мы оперативно просим наших коллег из сетевых компаний поддержать нас, как можно скорее согласовать. По информации отдела промышленности, инвестиции в этом году завершится строительство загородного рыболовного клуба «Золотые караси». Активно строится птицефабрика во Фряново. Остальные проекты ввиду большого объёма работ требуют времени на реализацию. Это предприятие по производству волкокрасочных материалов в сельском поселении Свердловское. В продолжении темы бизнеса на Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при администрации района обсудили темы легализации рекламных конструкций и субсидирования бизнеса. На сегодняшний день основная масса конструкций не отвечает требованиям архитектуры. Они должны быть демонтированы. Принято решение создать экспертную комиссию, где предприниматели смогут уточнить нормы законодательства, чтобы не терять средства, выделенные на рекламу, отметил председатель комиссии, руководитель администрации района Алексей Валов. Кроки короткие, в авторе я должен был увидеть установление и положение о создании Координационного совета по рекламе. Члены комиссии, в которую вошли предприниматели, руководители профильных служб администрации, Совета депутатов, предложили создать документ, который максимально прозрачно устанавливал процедуру согласования размещения рекламы. Предприниматели с целью зарегистрировать свою вывеску и обезопасить себя от каких-либо проблем и штрафов должны обратиться с заявлением в управление потребительского рынка сферы услуг и вопросов рекламы, именно в отдел рекламы с заявлением соответствующим, приложить дизайн-макет, и мы его оперативно рассматриваем. Участники Координационного совета по предпринимательству договорились ежемесячно проводить заседание, признав такой формат наиболее продуктивным. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».